Я за я один! 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 Поехали! Знаменитая «Поехали» Юрия Гагарина стала символом начала космической эпохи. 12 апреля 1961 года на борту корабля «Восток-1» он вышел на орбиту Земли, навсегда оставив свое имя в истории. Леонов, Береговой, Горбатко, Попович – с годами список героев Советского Союза пополнялся. 11 из них, побывав в Анапе в 70-80-х годах, заложили аллею в центре города. Сегодня, в День космонавтики, здесь был установлен памятный знак с их именами. Вот и историческая справедливость, она же всегда должна торжествовать. Вот и здесь вот торжествовала. Я, кстати, молодцы, благодарен. Центральный парк наш, молодцы ребята, они люди, все. Это была их инициатива, мы просто поддержали. Правильная, хорошая, правильная история. Почетным гостем мероприятия стал Валерий Валиев, анапский историк, ветеран Байконура, заслуженный испытатель космической техники. На службу он попал в 1963 году, в момент расцвета советского ракетостроения. Мы как бы жили в сказке, мы жили как бы в той самой фантастике. Мы же начитали с Беляева полет на Луну там и другие. Поэтому для нас, будучи на космодроме, это было как в сказке, потому что как фантастика. С первого старта космического корабля с человеком на борту прошел 61 год. И в наше время теперь уже российское ракетостроение занимает лидирующие позиции в мире. Сегодня на курорте возродили традицию высадки деревьев, разместив здесь трехметровую ель. А вечером эту аллею космонавтов будет украшать декоративная подсветка. Каждый год ухаживать. Поздравляю, ребята, вас тоже. Сразу после открытия памятного знака на аллее космонавтов прошло первое мероприятие для детей. Валерий Валиев рассказал анапским казачатам о своей службе на Байконуре, об этапах становления и развития советского ракетостроения. Вполне возможно, что кто-то из сегодняшних школьников внесет свой вклад в будущее уже российской космонавтики. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.